День России, 12 июня, запомнился россиянам рядом с событиями. В Екатеринбурге в честь праздника открыли монумент из рельса в виде символа путинской войны, буквы Z. В Москве открыли свой русский Макдональдс. Это заинтересовало россиян явно больше, чем концерты и награждения в Кремле под рассказы Путина о его сходстве с Петром Первым. У императора Петра Первого в этом году мы отмечаем 350-летие со дня его рождения. Новую сеть фастфуда «Вкусно и точка» открыли под логотипом позаимствованным у португальской компании по производству корма для животных. Под видом новых продуктов продавали то, что осталось от ушедшего с рынка Макдональдса. Только закрашивали маркерами эмблему на соусах. Посетители даже устроили протест. А это уже другая реальность. Россияне с антивоенными взглядами решили воспользоваться так называемым праздником, чтобы выступить против войны в Украине. Люди выходили на пикеты, которые заканчивались одинаково – задержанием и протоколом за дискредитацию российской армии. Антивоенный баннер прямо у стен Министерства обороны с надписью «Красной краской» на флаге Российской Федерации «Сегодня не мой день». Это протест активиста Антона Мальгождарова и его друзей. Художника задержали дома и увезли в одно из московских отделений полиции. На Мальгождарова составили сразу два протокола, сообщает УВД-Инфо, по статьям о неповиновении сотрудникам полиции и повторном нарушении порядка проведения акции. Инкриминирует ли активисту дискредитацию армии – пока неизвестно. Посыл акции объяснил так. «Сегодня просто не наш день. Наш день независимости, который мы, безусловно, достаточно скоро отметим, станет днем независимости от имперских амбиций». Организатор антивоенной акции в Москве в интервью «Радио Свобода». По данным правозащитной организации УВД-Инфо, за 12 июня задержали 67 активистов, которые выступали против войны в Украине. Один из них – Максим Федосеев. Во Владивостоке он вышел на одиночный пикет с плакатом «Начни деноцификацию себя». С парнем провели беседу в отделении полиции. Александр Меца получил протокол о дискредитации Росармии. Его задержали на ночь за пикет под огромной зеткой на фасаде Московского театра Табакова. На плакате была надпись «Уберите! Зет – это символ убийства. Нечем гордиться. Это позор». В Петербурге у станции метропарк Победы полицейские задержали Андрея Оливьери, вышедшего на пикет с плакатом «Самое страшное для политика. Вцепиться в свое кресло руками и зубами». За цитату Путина силовики составили протокол о нарушении коронавирусных ограничений. На два месяца в СИЗО отправили священника Иоанна Курмоярова. Ему грозит до 10 лет тюрьмы за видео о том, что российские солдаты не попадут в рай, потому что они убийцы. Адвоката священника Андрея Куруваева к задержанному не пускают. «В никаком раю мы не окажемся. Потому что в раю оказываются блаженные миротворцы. Миротворцы в раю будут. Понимаете? Вот что проблема. А тот, кто развязал агрессию, ну не будет он в раю». Из-за давления силовиков и статуса иноагента в России самоликвидировался «Комитет против пыток», сообщил председатель организации. Правозащитное объединение в судах помогало россиянам бороться с избиениями и насилием во время задержаний в отделениях полиции и тюрьмах. 188 дел по факту насилия над задержанными комитет пообещал уже в новом статусе, статусе предателя, довести до конца. Видимо, власть дает сигнал, что пытки становятся, или уже стали, частью государственной политики и не являются проблемой. Тут хочется напомнить про конституцию, где пытки запрещены. Пока что. Председатель комитета против пыток Сергей «Бабенец» из Фейсбук. О, нашей бабуле выдали подарочек в Дню России. Ну-ка, 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 посмотрим. Крупа пшеничная. Пока силовики задерживали активистов, российских пенсионеров поздравляли с Днем России. Такую распаковку опубликовал белорусский телеграм-канал «Нехта». Среди презентов – открытка, горох, овсянка, макароны, сгнивший наполовину лимон, консерва и крупа с червями. Вот это подарочек. Не, ну, вот это подарочек к празднику. Пенсионеры кашку с мясом будут сразу кушать. Движение «Весна» запустило сервис для отправки антивоенных писем российским депутатам. Акция называется «Импичмент 2.0». В несколько кликов и абсолютно безопасно, говорят организаторы, можно отправить любому депутату письмо с требованием отставки Путина и прекращения войны. Мы считаем, что если останется Путин, не останется Россией. Его действия напрямую ведут к уничтожению страны. Добьемся мы импичмента или нет – не так важно. Главное – показать депутатам, что народ России хочет мира. Путин – военный преступник. Более того, Путин – диктатор. Важно признать, гибридный режим окончательно эволюционировал в классическую диктатуру. Команда движения «Весна» из Телеграм. Путин уничтожает русских и украинцев. Остановите войну. Такое послание около часа наблюдали на сайте мультимедийной онлайн-платформы для просмотра телеканала в России. Хакерская антивоенная атака прервала марафон патриотических песен «С чего начинается Родина». Юлия Безбородько. Специально для информационного марафона «Фридем» телеканала «Юэй».